Здравствуйте! Как однажды заявил наш видный политический деятель прошлого Александр Лебедь, говорят, что я делаю это из популистских соображений, чтобы поднять рейтинг или что-то там еще. У меня все в порядке, ничего поднимать не надо. И как вы наверняка догадались, поговорим мы сегодня о таком явлении в политике, как популизм, его проявлениях, обострениях и вообще о том, что же таковым считать. А подтолкнул меня к таким рассуждениям материал, опубликованный в одном из региональных изданий под названием «Законодательный спам», депутаты облсобрания запутались в терминологии. Красной нитью материала стала определенная настороженность по поводу приближающихся выборов в Госдуму. Некоторые депутаты, похоже, всерьез полагают и даже опасаются, как они сами назвали, популистских законов и инициатив в их преддверии. Интересная позиция. Но давайте для начала разберемся в понятийном аппарате. Что же все-таки такое популизм? Толковый словарь Ожегова дает определение. Популизм – это политика, апеллирующая к широким массам и обещающая им скорое и легкое решение острых социальных проблем. Политологический словарь говорит более четко – популизм – это ориентация политиков на идеи широких масс, не удовлетворенных своей жизнью. Вроде бы ничего криминального, но у нас все равно как-то повелось, что это определение имеет негативный окрас. Хотя политики – они, наверное, и есть в какой-то мере популисты. Одни более яркие, другие менее. История знает разные примеры. Вообще, понятие «популистские законопроекты» и все, что с ним связано, на мой взгляд, очень субъективно. При желании и определенной сноровке любое благородное дело можно обозвать популизмом или стремлением выделиться. Но как язык может повернуться, сказать так как законопроектах, направленных на улучшение качества жизни наших жителей? В моем понимании это неправильно. Разговоры и обвинения в популизме мы слышали и уже не раз. Например, когда подняли тему необходимости увеличения размера социальных выплат ветеранам труда, которая не индексировалась уже более пяти лет. Тогда нас конкретно обвинили в популизме. Несколько раз мы настаивали на особом внимании к многодетным семьям региона. Вносили законопроекты, отстаивали позиции и опять то же самое. Обвинения в популизме и как результат отклонения проекта на сессии. Хотя результатом этой настойчивости можно назвать то, что наконец-то из-под сукна достали давно забытый проект областного закона о государственной поддержке семей, воспитывающих детей на территории Архангельской области. Многие его положения тесно перекликаются с нашими. А особенностью станет так называемый региональный материнский капитал, который будет выплачиваться молодым мамочкам в возрасте от 22 до 24 лет включительно. Финансовые средства под эти выплаты уже заложены в областном бюджете, не хватает только принятого закона. А он пока все обсуждается и обсуждается. Вообще, к сожалению, многие важные и нужные инициативы порой просто забалтывают. Они утопают в абстрактных обсуждениях, бесконечных рассуждениях, рабочих группах, согласительных комиссиях или попросту обзываются популистскими и подлежат отклонению. Честно говоря, уже сложилась какая-то порочная практика. Свежий пример – законодательная инициатива по изменению федерального закона о присвоении почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы». Смысл ее в том, чтобы расширить рамки для возможных претендентов на высокое почетное звание. Делалось это сознательно под наш знаменитый город Корабелов – Северодвинск. Подробно об этой инициативе мы уже говорили в одном из наших предыдущих выпусков. И вот законодательная инициатива дошла до сессии и была отклонена. Странно, но так решило большинство депутатов. И это несмотря на то, что в день голосования к нам поступило письмо поддержки из Государственной Думы. И вот спустя некоторое время, в вышеназванной публикации регионального издания, мы узнаем о некоторых причинах. И как вы думаете о каких? Все верно – популизм. Вообще складывается весьма странное ощущение предрешенности и дальнейшего оправдания отклонения многих нужных законодательных инициатив и проектов. Как мы уже говорили, они могут быть заболтаны, погрязнуть в обсуждениях, рассуждениях, различных совещательных группах, а также обвинены в недоработке или популизме. И вот тут мне почему-то вспоминаются слова великого писателя Льва Толстого. Лев Николаевич утверждал, что нужно непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно. К чему я это? Недавно мне довелось присутствовать на депутатской сессии в одном из муниципальных образований Архангельской области. И честно скажу – долго, медленно и тихо. Так там развивались события. Дискуссия по вопросам очень размытая, активность депутатов низкая, вялое обсуждение, голосование и принятые в ходе них решения. И всю эту вялость хочется иногда встряхивать. Нужны обсуждения, отстаивание интересов избирателей, инициативы. То есть все то, что некоторые в силу своего специфического умышления и понимания пытаются назвать популизмом. Может нам как раз и не хватает динамики? Посмотрите те же сессии областного собрания. Всегда выступает лишь небольшое количество депутатов. Что-то предлагают, задают вопросы, высказывают мнения, защищают позиции, носят проекты и инициативы. Остальные ведут себя спокойно. Но в парламентской работе должна быть динамика, для получения результата должна быть и активность. Наверное, кому-то будет удобно, если депутаты превратятся в таких механических болванчиков, способных лишь поднять руку или нажать кнопку для голосования, когда это будет нужно. Но разве такие народные избранники нам с вами нужны? Что-то я сомневаюсь. Это был очередной выпуск «Политкухни». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова